Сначала разберемся, почему и зачем нужен Continuous Delivery. Потому что вообще любая практика или инструмент, который вы используете, он используется по какой-то причине. Если он используется без причин, то в основном использование его не является необходимым и плюс к этому он редко приживается. Поэтому всегда надо разобраться, для чего это нужно и понять, нужно ли это вашему бизнесу, потому что это не каждому бизнесу нужно. В бизнесе очень сильно поменялось за последние годы, и все быстрее и быстрее это происходит, что все изменения в бизнесе становятся очень краткосрочными и быстрыми. То есть вы буквально смотрите, открываются новые идеи, новые какие-то стартапы, новые сервисы организуются. И если ты раньше мог знать, что ничего на моем рынке не поменяется, годик я придумаю проект, начну его, потихонечку сделаю и 100% буду иметь деньги. Сейчас ты придумал какую-то идею, и ты только еще взялся реализовать, как уже кто-то ее реализовал. И ровно такая же штука происходит почти во всех областях. То есть ты только придумал какую-то новую фичу, раз она у конкурентов появилась. Потому что очень ускорился анализ, очень много людей сейчас пользуются интернетом, и очень много людей пользуются этими же сервисами. И так как бизнес стал быстрее, то бизнесу нужно давать результат быстрее. Сейчас практически немыслимо, чтобы кто-то задумал проект и говорит, ну сделайте нам релиз через 3 года. Может через 3 года уже и людей этих не будет, и вообще весь мир изменится, все будет по-другому. Вы подумайте, насколько быстро там в нашу жизнь пришли планшеты. Раньше казалось, как это, вот компьютер такой, ты держишь его в руке, и он что-то там действительно делает немыслимо, такого не может быть. Сколько прошло лет? Четыре? С момента выпуска первого iPad. Кто этот Mac lover? Нету фанатов? Сколько? Когда первое iPad выпускаешь? В 9-м. В 9-м? 5 лет прошло. Смотрите, всего 5 лет. Изменилось вообще, скажем так, перевернулся мир. И все дальше и дальше развивается. Посмотрите, там есть восьмиядерные уже телефоны. Восьмиядерные. Что там можно делать в этом телефоне восьмиядерные? Раньше было просто, набираешь номер, все, звонишь. Восемьядер. Реактивный какой-то девайс носишь у себя в кармане. И точно так же происходит в бизнесе. Фреймворки появляются, JavaScript вышел на лидирующие позиции. Все изменяется. Вы не можете уже в бизнесе действовать, как действовали раньше. Все, кто медленный, с этого рынка просто уходят. Им приходится меняться. Вон, не надо далеко за примерами ходить. Nokia протупила. Все, нет больше Nokia. Все. Все, был лидер, да? Все там эти девайсы пользовали раньше. Помните эти неубиваемые? Все, нет Nokia. Была лидером, лидером всего рынка. Сейчас вообще не существует. Ровно точно так же происходит с другими сервисами. Не успеваешь, извини, ты теряешь деньги, теряешь конверсию, теряешь все остальное. И надо понять самую главную штуку, которая связана с тем ведением бизнеса, которое есть сейчас в современных условиях. Это то, что очень важно, сколько времени пройдет от идей, которые есть у кого-то. Кому-то пришла идея, что надо что-то сделать. До того момента, как эта идея начала приносить деньги. И вот этот вот цикл, так называемый cycle time, от того, как появилась идея, для того, как она начала приносить деньги, очень и очень важен. Чем короче этот цикл, тем больше денег зарабатывает компания. На простом примере. Например, у вас есть некая фича, которую придумали. Сказали, отлично, эта фича будет приносить нам, если, естественно, нам удастся, будет приносить нам по 10 тысяч долларов в неделю. А вы говорите, извините, у нас релизы раз в два месяца. И говорите, фича приоритетность сделаем сейчас, но выпустить сможем через два месяца. Посчитайте, сколько потенциально недополученной прибыли имеет компания в этом случае. А есть фичи, которые приносят гораздо больше денег. Но вы привязываетесь к тому, что, ну, релиз мы делаем вот тогда. То есть идеальный процесс разработки с точки зрения бизнеса, с точки зрения заказчика, это тот, когда заказчик в любой момент времени может прийти к вам, сказать, у меня есть идея, вы ее реализовали, и она уже завтра работает на заказчика. Для него это идеально. Это значит, что он все, что не придумает, он пришел, показал, оно сделалось, и как только сделалось, попало конечным пользователям. Подумайте, с другой стороны, если, например, у нас есть production environment, и в нем находится критический баг, ну, все, все не работает, все пропало. Вряд ли мы говорим, что, ну, все, релиз раз в месяц, ждем до следующего месяца. Нет, мы как-то ухитряемся, ну, изменения свои туда пропихнуть. Но когда речь заходит о фичах, мы говорим, нет, это нереально. Почему? Разницы никакой нет. Критический баг и важная фича, которая приносит заказчику деньги, ровно та же самая мотивация. Сделать как можно быстрее и отдать, чтобы пользовались. Несмотря на это, то, что с точки зрения бизнеса это очень круто, и что бизнесу хотелось бы это иметь, у нас почему-то до сих пор есть боязнь релизов. То есть некоторые там релиз делают, как какой-то праздник, потом отмечают, выходной берет, и у нас релиз, все такие, круто, бухаем сегодня, релиз же. Релиз не должен быть никаким событием, потому что если, помните, экстремальное программирование, если у вас что-то получается плохо, то есть вы релиз делаете плохо, это не заводится, вам надо делать это чаще. Потому что если вы делаете это редко, у вас нет возможности ничему научиться. Представьте, вы делаете релиз раз в полгода. Это значит, что следующий шанс попробовать какую-то, вот вы сделали и научились, и вы сказали, о, все, так делать больше не будем, будем делать вот так. В следующий раз попробовать только через полгода. Если вы были неправы, все опять поломается. И потом уже через год вы сказали, ну попробуем еще разок вот так. А уже этих людей может не быть, которые раньше это делали. Уже другие люди, у них по-другому все. Понимаете? Чем реже вы что-то делаете, тем реже вы учитесь на своих ошибках. И у вас нету шанса сделать это хорошо. Вот, поэтому релизы должны быть совершенно обычным событием. Проблема, почему вы боитесь релиза, это потому что ваш релиз типичный выглядит вот так. Вы делали много-много фич, вы нагрузили их, и теперь говорите, все, несем это все в релиз. Выбрасываете и смотрите, заработал или нет. Но когда вы не все, вот вы там вот так вот донесли это, когда у вас столько фич, то очень тяжело понять, какая именно фича поломала это все. И как именно это быстро поправить. Ну, например, взять, выключить эту фичу и сказать, будем без нее. У вас этого нет. В итоге вы имеете либо успех, что до, все круто, все радуются, да, и пошли бухать. Либо у вас есть неудача, когда все пропало и непонятно, что с этим делать. И чем больше вы вот наложили на этот поднос фичей, тем больше, больше сложность определить, что пошло не так. Опять вернемся к этому манифесту, тут все понятно. Но там дальше, за этим манифестом, мы же уже определили, что это философские принципы, которые лежат в основе аджайлового подхода. Там дальше есть уже более детальные принципы, 12 принципов, которые базируются вот на этих философских ценностях. Кто-то читал это? Кто не читал, поднимите. О, смотрите, сколько у вас на домашнее чтение. Обязательно прочтите, там, это 2001 год, вот, и там очень много полезного. Там ссылочка внизу идет, что, и вот мы 12 принципов сформулировали. Так вот, вот, вот эти принципы, я пару приведу, смотрите. Самый первый, вот, самый-самый базовый. Наш наивысший приоритет, это 2001 год, это 13 лет назад. Наш наивысший приоритет, это удовлетворять потребности заказчика посредством ранней и постоянной поставки ценного программного обеспечения. Задумайтесь, как много всего включили в один принцип. Во-первых, это наш высший приоритет, то есть нам за это платят деньги, и в этом наша работа. Не просто там делать какую-то видимость чего-то, да, не какой-то процесс строить, документацию писать. Когда там задают образ, а надо ли писать документацию? Если оно вот этому вот удовлетворяет, и вас к этому подвозит, надо. Если никак вас не продвигают вот на этом пути, не надо. Смотрите, удовлетворяет потребность заказчика посредством ранней. Нету трех месяцев на дизайн, на архитектуру или еще что-то. Ранней. Это значит, что как только вы можете что-то отдать, вы должны это что-то отдать. И, внимание, постоянной поставки. Постоянной – это не раз в два месяца, не раз в полгода, это не постоянной. Я буду постоянно привозить вам молоко раз в год. Это не постоянство. Постоянной – это когда это делается действительно постоянно, с завидной регулярностью, скажем так. И, наконец, ценного программного обеспечения. Не просто, если кто-то сказал, просто программного обеспечения. Это бы значило, что нам надо фокусировать, просто что-то отдать. Например, каждый день делать с чем-то. Нет. Это значит, что вы должны делать то, что максимально приоритетно с точки зрения бизнеса. И отдавать это как можно быстрее. Это 2001 год. И тут мы сосредоточимся на этом, на continuous delivery. И что интересно, что столько лет прошло, и только где-то года четыре назад continuous delivery, о нем заговорили более серьезно, и начали описывать это как детальный процесс, начали обкладывать, скажем так, это инструментарием дополнительным. Вышли много фреймворков, инструментов, которые позволяют делать это continuous delivery. То есть мы, скажем так, доросли до того, чтобы этот принцип реализовать всерьез. И многие реализуют их всерьез. То есть, например, гигантское количество примеров. Вот Twitter. Вы знаете, когда Twitter обновляется? Хрен его знает. Ну, постоянно обновляется. Вот ты пришел, хоп-поле туда переехало. О, прикольно, какая-то фича появилась, наверное. Ты не знаешь об этом. Потому что постоянно идет обновление. Точно так же в других сервисах. Как часто Gmail обновляется? Постоянно обновляется. Нету того, что ждут, не знаю, раз в полгода и говорят, у нас релиз, готовьтесь пользоваться. Нет, все постоянно обновляется. Firefox. То же самое. Вы не знаете, как часто, но он говорит, я скачался уже новый. А у Chrome? Нет, лучше пример Google Chrome. Firefox хоть говорит, что он там что-то скачал. Chrome вообще ничего не говорит. Он тупо скачивает и за вас обновляет все. Нет, уже мы отошли от того. Раньше, особенно когда были коробочные продукты, представьте, почему мир-то поменялся. Раньше были коробочные продукты, которые продавались на дисках. Вот ты покупал Windows 95 на диске. И теперь подумайте, как сложно было потом отдать тебе что-то еще, что не включили на диск. Это было нереально сложно. Потому что интернета распространения такого не было, чтобы там прям все были под коннекшен к интернету, и можно было закачать еще диск к тебе. О таком трафике даже речи не шло. Тебе бы этот трафик стоил кучу денег. И получалось, что люди очень трепетно относились к тому, что войдет в релиз. То есть надо было в релиз включить реально все, что нужно. Потому что если ты не включил в Photoshop 7.0 все, что нужно для работы, и нашел еще что-то нужно, все, выпускают новые диски, продавать их пользователям и так далее. Процесс был очень тяжел. Доставки функциональности конечным пользователям. Теперь процесс доставки функциональности вообще не представляет сложности. И поэтому все автоапдейты, софтвес и сервис, вы вообще не видите этих апдейтов. Они происходят в колоссальном количестве. Все сервисы популярные, которые вы используете, LinkedIn, Twitter, Gmail и прочее, они все постоянно обновляются. На постоянной основе. Может быть по несколько десятков раз в день. Потому что везде есть дефекты, везде есть маленькие какие-то фичи, улучшения, изменения в рекламе и прочее, прочее, прочее. Это обновляется постоянно. Но только теперь мы до этого дошли. И я говорю, что вот как раз, что спровоцировало, чтобы люди задумывались вот об этой постоянной поставке, это один из процессов, пожалуй, это Kanban. Потому что люди переключили свое внимание. Изначально первые процессы, которые были в разработке софта, человек всегда хочет искать примеры, что он раньше делал успешно. Вот раньше он успешно там, не знаю, строил дом. Это уже долго-долго человек делает успешно. Сначала пещера там у него была, потом какого-то деревянные дома, каменные дома. Все, накопили мы экспириенс там сотнями лет, как строить дома. Теперь нам надо строить софтвер. Первое, на что человек образил, говорит, о, так это же так же, как дома. Или там так же, как, не знаю, мосты. Так же, как мы другое делали. Оттуда, именно по аналогии со строительством, был взят подход, где надо сначала все продумать, построить там, типа, проанализировать, сделать дизайн, архитектуру, и потом уже делать. Потому что, например, в строительстве моста нет такого же. Давайте начнем строить, а там посмотрим, как выйдет. Или там в строительстве дома строил, строил, и тут говорится, да давайте теперь вот так вот. Хоп его, и чуть ширше будет, чем раньше будет. Ну, то есть, тяжело представить, что это будет работать. Вот, поэтому принципы были такие же. А потом люди в поисках новых каких-то идей, в поисках, ну, потому что уже реально работали много лет, и ничего не получалось хорошо. Вот, в поисках новых идей люди взглянули на то, как мы делаем другие вещи. Например, конвейерное производство. Вот конвейерное производство. Делают машину за машиной, машину за машиной, машину за машиной, и нормально. И люди говорят, а мы будем делать фичу за фичой, фичу за фичой, фичу за фичой. И появление канбана, то есть, скажем так, привлечение идей из канбана, из производства, в разработку программного обеспечения, привело к тому, что мы начали задумываться, что в идеале-то мы могли действительно построить процесс. Пришла фича, прошла через конвейер, вышла. Пришла фича, прошла через конвейер, вышла. И вышла, это обозначает, что у нас задеплоено на продакшен вармент, и ей пользуются конечными пользователями. И благодаря этому мы задумались о том, а чего нам не хватает, и как нам этого достичь. XP всегда говорил о том, что если у вас болит, делайте это чаще. И точно такой же принцип применяется здесь. Если у вас релизы, это ваша боль, делайте релизы чаще. И у вас все будет хорошо, вы научитесь делать релизы. Вы много чему научитесь, и это будет здорово. Мэри и Том Поппендик, это такие пара, которые зарабатывают больше всего, наверное, на этом тренде. Они первые, кто задумались о том, что... Ну, пенсионеры, что им еще делать? Ну, они думали, что бы еще такого философского привнести в мир разработки. И они первые, ну, это в любом случае здорово, они молодцы тем, что придумали, что вот можно взглянуть туда. У нас многих не хватает времени подумать. Мы так быстро что-то пытаемся сделать, здесь надо это, здесь это, тут надо фреймарк. Не хватает времени подумать над чем-то в большем масштабе. Ну, а вот они сидели неспешно, им торопиться было некуда, и подумали, слушайте, давайте перенесем философию бережливого производства, потому что когда ты имеешь производство гигантское, то ты очень-очень большое внимание должен уделять тому, как оптимизировать это производство, как оптимизировать затраты, как добиться лучшего качества. Подумайте, до какой степени в производстве важно качество. Вы штампуете, например, машины со скоростью 100 машин в час. Если у вас что-то пошло не так, ну, имеется в виду брак какой-то есть, да, вот вы со скоростью 100 машин в час штампуете брак, за который потом с такой скоростью будете платить деньги тем, кто вам его будет возвращать. Вот, сейчас почему-то мир пошел по-другому, ну, что-то, видимо, бизнес стал таким быстрым, что не справляются они, потому что, видели, постоянно есть Ford отзывает там 200 тысяч машин, Toyota отзывает там столько там машин и так далее. Ну, то есть, видно, что-то все-таки не совсем у них работает. Вот, но раньше это работало идеально. Toyota это первая компания, которая занялась очень серьезно этим вопросом, она ввела понятия, написали много книг об этом, понятия бережливого производства, где... Я думал, что мы отключили. Где процесс производства рассматривается как поток, и в этом потоке думается, как избежать дополнительных затрат, как сделать более эффективным сам процесс, и подумали, что было бы здорово перенести это к нам. Таким образом, появился Lean Software Development. Там очень классные принципы, всем советую настоятельно прочитать вот эту книжечку, имплементить Lean Software Development. Вы по-другому посмотрите на разработку софта. Так вот, Мэри и Том Поппендик в этой книжке говорят, насколько успешна ваша команда или организация, или компания. Это очень просто ответить на один вопрос. Как долго вам понадобится в вашей компании, команде взять и задеплоить изменения, которые всего лишь заключались в одной строчке кода? Вот сколько времени с того, что вы взяли, пофиксили, и сколько оно уйдет на продакшн? Вот ответ на этот вопрос говорит о том, насколько вы эффективны. Потому что если для вас это обозначает, ну, я закоммитил, и все, и оно ушло на продакшн, это значит, что у вас вообще все классно. Потому что это значит, что бизнес добился своего, той цели, о которой мы говорили. Бизнес пришел к вам с идеей, с проблемой. Пришел, например, и говорит, блин, красная кнопка всех раздражает. Вы говорите, нет ничего проще. Будет зеленая, оп, и она зеленая. Классно. Бизнес рад с вами работать. Потому что он понимает, что все, что он захотел, может быть сделано и доставлено в ближайшие сроки. А теперь представьте, что это проходит неделя. Он знает, что теперь, если я, может быть, не уверен, что она зеленая или красная, мне надо какой-то сложный процесс запускать. Давайте попробуем, будет она зеленая или красная. Потому что неделя между этим проходит. Если я просто могу сейчас зеленая, посмотрю, о нет, давай вернем назад на красную. И опять, хоп, вернули. И оно, хоп, везде на продакшене появилось. Вот это круто. И второй вопрос, вторая дополнительная часть к этому вопросу, это, а теперь можете ли вы, потому что многие все-таки critical defect чинят на продакшене, теперь вторая часть не обязательно этого вопроса, а теперь можете ли вы это делать постоянно так? Потому что многие скажут, ну да, если там очень-очень важно, мы прям подхачиваем там на продакшене и все заработаем. А теперь вопрос, можете ли вы это постоянно делать? Постоянно подхачивать, наверное, не лучший вариант. Когда-то оно развалится. И если вы на оба этих вопроса отвечаете, да, без проблем, мы можем это сделать сейчас и можем это делать на постоянном байсе, у вас все хорошо. Если нет, задайте себе вопрос, почему и что мешает нам это сделать. Continuous Delivery не говорит о том, что многие путают Continuous Delivery и Continuous Deployment. Continuous Deployment – это штука, которая говорит, мы постоянно деплоим. Continuous Delivery говорит это о том, что мы постоянно поставляем ценное для заказчика программное обеспечение. Это не обязательно раз в день, это не обязательно раз в два дня. Это ровно тот ритм, который удобен заказчику. То есть, если заказчик говорит, вот представьте себе, что по-хорошему Continuous Delivery выглядит таким образом. В любой момент времени заказчик может войти в дверь и сказать, давайте все, что полезного мы наделали, сейчас прям выложим в продакшен. И вы должны сказать, вообще никаких проблем. И выложите это в продакшен. Не давайте обязательно каждую микрофичу будем делать. И сразу в продакшен. Не обязательно. Но если заказчик хочет, то да, любую микрофичу. Что это обозначает с точки зрения понимания, что происходит с вашим продуктом? Это обозначает, что ваша система должна быть готова к продакшену всегда. То есть, все, что находится в основной ветке разработки, может быть зарележено в любое время. Вот что это обозначает для вас. Это обозначает, что у вас сразу, смотрите, как интересно это влияет на тестирование. Нету такого, что вот он пришел, говорит, давайте зарелизм, вы говорите, сейчас тестировщиков напустим на билд. И дня через два, через три мы будем узнать результаты, есть ли баги. А если баги есть, то еще дня два, три мы их починим. Ну и потом опять должны тестировщики это все протестировать. Ну и вот так через недельку, наверное, мы будем иметь какой-то результат. Не работает так. Ну, вы не приводите к этой цели. Теперь, почему многие делают, например, до сих пор итерационную разработку? Почему есть итерации? У некоторых итераций есть для порядка. Ну, потому что там хаос был до этого, надо к порядку какому-то привести. А у многих, у кого уже год итерации, два года итерации, уже к порядку привели. Почему они не могут вырваться из итерации? Потому что им мешает вот это вот тестирование. Потому что у них, например, по-прежнему ручное тестирование. Это значит, что если я сделал две фичи и хочу их задеплоить на продакшен, я должен прогнать все регрессионные тесты. Прогнать регрессионные тесты, если я их буду по каждой фиче прогонять, у меня тестировщики будут заняты всегда и не доводить свою работу до конца никогда. Потому что, ну, время, которое им тратится на один прогон, оно достаточно большое. Поэтому люди делают так, они говорят, будем прогонять это в конце итерации. И в конце итерации прогнали и отдали результат. Но ведь прикол-то в том, что в конце итерации, когда прогнали, может оказаться так, что мы не готовы это никуда поставлять. И, ну, начнем другую итерацию тогда. Ничего страшного. Вот, поэтому Continuous Delivery вас толкает именно к этому. Как система должна быть продакшен-трейдинг в любой момент времени. Есть замечательная книжечка, которую я тоже настоятельно всем рекомендую прочитать. Continuous Delivery, она так и называется. Это просто библия для людей, которая, ну, считает себя, скажем, в авангарде разработки. Потому что там вот просто очень базовые вещи написаны, но с примерами в реальной жизни, ну, не описать, как крутая эта книжка. Вот. И что там говорится? Там говорится, что Continuous Delivery – это о том, чтобы переложить расписание релизов в руки бизнеса. Это очень такая краткая и лаконичная фраза, которая описывает шикарнейшим образом Continuous Delivery. Continuous Delivery – это не деплоить каждый день в тупую, это деплоить по тому расписанию, которое есть у заказчика. По тому расписанию, которое он хочет. Значит, мы деплоим когда-то раз в неделю, когда-то каждый день, когда-то раз в месяц. Но это не наше… Ну, когда заказчик говорит, я бы хотел задеплоить, мы говорим, ну, вообще никаких проблем, деплоить. Мы не знаем, когда это произойдет. Потому что расписание релизов у него. И это нормально. Потому что мы, наемные работники, которые должны делать продукт, расписание релизов привязано к баблу и к бизнесу. Оно не должно быть у нас. Мы не владельцы бизнеса, нам платят зарплату. Поэтому мы должны обеспечить то, что заказчик в любой момент времени, то, за что он нам уже заплатил, за законченную функциональность, может ей воспользоваться. Тот, кто не дает такой возможности, попросту обманывает своего заказчика, который платит ему деньги. Потому что вы что-то сделали, но пользоваться этим нельзя. Ну, нельзя это ни потрогать, ни посмотреть, ни кому-то показать. Потому что мы ждем релиза. Когда-то он наступит, и вот тогда это все будет можно. Какие необходимые шаги для того, чтобы достичь успеха в Continuous Delivery? Значит, во-первых, ваш релиз должен стать очень простой штукой. Первое, всего три шага должно быть в релизе. Понятно, что это шаги виртуальные, но тем не менее, их должно быть всего три. Вы должны выбрать версию, какую вы релизите. То есть это тег в системе контроля версии, версия в системе контроля версии, неважно. То есть вы должны сказать, я деплою версию номер из бранча релиз 3. Потом вы должны выбрать environment, на который вы ее деплоите. Это может быть тестовый environment, может staging environment, может быть dev environment, может еще какой-то environment, не знаю, demo environment. И после этого нажать на кнопку. На кнопку, команду в консоли, это не принципиально. Если ваш релиз будет вот таким, это первый шаг к вашему успеху. Потому что если он такой, то никого не затрудняет релизить когда угодно. Ты пришел, выбрал версию, выбрал environment, сказал, за релизьте, пожалуйста. Нету шоу-стопера, нету такого, что пойдем к админу, сейчас он сядет и все зарелизит. И админ открывает там какую-то гигантскую инструкцию и говорит, окей, почистим кэш, почистил кэш. Идем сюда, сейчас соберем зип, собрали зип, запакуем, понесли там куда-то, распакуем. Нет, это невозможно. Понятно, так никто не будет делать никакие релизы. Потому что если ты ошибся в каком-то из этих шагов, до свидания, никакого релиза не случилось. Поэтому вот это первое, что нужно сделать. Это автоматизировать ваш релиз. Инструментов до такой степени огромнейшее количество сейчас, что даже нет смысла их обсуждать. И тем более, что даже если вам не подходит инструмент. То есть на самом деле мы сейчас деплоим обычными баш-скриптами. То есть сейчас процесс релиза делается обычными баш-скриптами. Которые в правильной директории закидывают по всем сервакам новый код. И потом делают свитч просто на новый релиз. Все, для этого вот такой скрипт работает. Ничего суперсложного, любой админ с этим справится. Но вот это то, как должно это выглядеть. А что с QA, риск менеджмент, все остальные вещи. Там же куча полиси есть какие-то в компании. Что нельзя, там что-то. Да, жизнь будет меняться. Потому что со старым, как вот мне нравится, как в этом плане говорил Генри Форд. Когда его спросили по поводу, почему вы сразу не спросили у пользователей, какой автомобиль они хотят. А он говорит, они бы не захотели автомобиль. Они бы захотели более быструю лошадь. И это как раз именно оно. То есть если бы вы оставались в рамках старого процесса, ничего не изменяя, вам бы не удалось совершить следующий шаг. Вам бы не удалось совершить технологический прорыв. Вам не удалось бы перейти из вашей текущей системы на что-то лучшее. И поэтому здесь ровно то же самое. Нельзя оставить все то же самое, что было. Все полиси, QA, какие-то еще активности. И сказать, ну оно будет вот так, как раньше. И при этом мы будем continuous delivery делать. Нет, так не получится. Вам нужно думать, каким образом облегчить все эти процедуры. То есть возьмем самое болезненное, это тестирование. Это значит, что вам необходимо автоматизировать тестирование. Вам необходимо сделать тестирование, которое не автоматизируется, наиболее легковесным. Убрать ручную работу. Автоматизировать деплойменты, чтобы они не забирали время у тестировщиков. И так далее и тому подобное. Что должно быть автоматизировано? Давайте разберемся. Первое. Тесты. На всех уровнях, как мы говорили уже на предыдущей презентации, должны быть автоматизированы юнит-тесты, интеграционные тесты, функциональные тесты, которые должны, будучи прогнанными, на 100%, почти на 100%, 100% гарантии никто не дает, но с гигантским процентом, приближающимся к 100%, давать вам гарантию, что все идет правильно. Если все тесты прошли, у вас не должно почти оставаться сомнений, что все будет хорошо, когда вы задеплоите. тот маленький процент, который остается, например, не отклеился ли UI и так далее, это называется полуавтоматизация. Когда вы знаете, что вот что-то автоматизировать нельзя. И вы думаете, блин, ну есть какая-то ручная работа, задайте вопрос, как эту ручную работу можно снизить, объем ручной работы. Если, например, ваш тестировщик ходит по сайту и смотрит, не отклеился ли UI, напишите скрипт, который ходит по сайту и снимает скриншоты. И тестировщик смотрит только на скриншоты уже, сам не ходит по сайту, не тратит на это время. Если у вас UI меняется редко, то возьмите и сделайте шаблон. Сделали шаблон сегодня, завтра сделали новые скриншоты, сравнили два шаблона и посмотрели, есть различия, нет. Если различия есть, показывайте дельту тестировщику. И так далее. Во всех вещах, которые вы делаете руками, ищите, что может быть автоматизировано. Чтобы в итоге, если даже все нельзя автоматизировать, процесс выглядел так. Проходит первая стадия автоматизации, вы делаете сборку, сборка деплоится, проверяется все, что нужно. После этого делается релиз на QA Environment. На QA Environment тестировщики делают то, что они должны сделать. Минимальный объем работ, который нужен, чтобы победиться. И нажимают кнопку деплоим дальше. И дальше это может быть на стейджинг, дальше это может быть на релиз, на Production Environment. То есть не обязательно, что эта фаза нулевая, чтобы прям все автоматизировано. Эта фаза может быть не нулевая, все зависит от того, что за софт вы делаете. Мы в своем софте можем себе позволить то, что мы после прогона всех наших тестов деплоим сразу на Production. Кто-то этого позволить себе не может, ну потому что ошибка стоит реально очень дорого. И поэтому дешевле прогнать еще дополнительные активности и после этого задеплоить на Production. Но никакой разницы в этом нет. Следующее. Это, наверное, больше всего вызывает возмущений у современных разработчиков. Должен быть только Trunk. И люди говорят, как? Вот распределенная система контроля версии, GIT, Mercurial, как же так? Вот. На самом деле должен быть действительно только Trunk. Существует ровно одна работающая ветка вашего кода. Ну, существуют, естественно, старые ветки. То есть, например, релиз, вот он отпочковался, он живет там своей жизнью. Я имею в виду рабочая ветка, та, с которой вы работаете, она может быть только одна. Почему очень долго шло, скажем так, дискуссии в интернете по поводу того, а как же вот распределенная система контроля версии, противоречат они Continuous Integration или не противоречат? Continuous Integration – это не инструмент. Continuous Integration – это не Jenkins, не TeamCity, не еще что-то. Continuous Integration – это процесс непрерывной интеграции. Непрерывной интеграции вашего кода со всем кодом, который есть на тот момент, когда вы с ним интегрируетесь. Теперь смотрите, как выглядит Continuous Integration, если вы все работаете в своих бранчах. Вы ни с кем не интегрируетесь. Вы каждый работаете и интегрируетесь только со своим кодом. Потом наступает момент, когда вы свою задачу закончили, ну, три дня прошло, например, да, и вы, говорит, все, заинтегрироваться со всеми остальными. Где Continuous Integration? Вы интегрируетесь точечно, только когда задача закончится. Это никакой не Continuous Integration, это противоречит принципу Continuous Integration. И какой бы фрейм, какой бы инструмент вы не настроили себе, Jenkins, TeamCity, Cruise Control, Go, все, что хотите. Если вы будете работать каждый в своем бранче, вы не интегрируетесь между собой. Кажется, что как это, блин, все работают в транке. Мало этого, это релизабл транк. В транк должно попадать только то, что в любой момент времени могут прийти и зарелизить. И вот это как раз очень важно, потому что если раньше в транк могли писать все, что угодно, лишь бы написать, то теперь ты трижды задумаешься, могу ли я коммитить в транк или не могу. Для того, чтобы транк был безопасен, существуют современные инструменты, которые позволяют вам делать пре-коммит-тестинг. Когда вы отправляете свои изменения сразу в транк, вы говорите, возьми мой патч, накати его, пожалуйста, на транк у себя локально, прогони все тесты, и если тесты прошли успешно, закоммите в транк. То есть вы не ломаете транк, если что-то пошло не так. И вот это и есть Continuous Integration, потому что вы интегрируетесь в локальный транк. коммитить надо в этот локальный транк как можно чаще. Если у вас есть что-то, что вы можете закоммитить, закоммите. Что-то минимальное, законченное. Например, вы написали какой-то класс, и тесты к нему. Все, закоммите. Что у вас должно удержать? Да. А почему тут проблема бренча? Я в себе забыл бренчу, и это увеличение интегрирую с транком. Не интегрируйте, вы только к себе интегрируйте. Не, ну я в себе локально, беру свои изменения, и ссылаю на транк той, той главной. Когда закончите? Я могу постоянно коммитить все. О, если вы делаете постоянно, никаких проблем. Но тогда зачем вам бренч? Бренч, там, не знаю, третий, это фича окрема. Зачем? Окей, если две люди работают после одной фичи, которая заходит в кран, когда готова, как это сделать? О, вы правильный вопрос задаете. Это и есть координация работы. Вы не просто делаете, а потом как получится, так получится. А вы теперь имеете задачу. Нам необходимо работать над фичой, но чтобы эту фичу никто не видел до конца. Ну, это же не может быть. Почему? Кран не может быть, если я помечу кусочек кнопки, то в этом момент, когда я за коммити, мабы, если в этой лоице будет релиз бутов, а у нас еще не удобно. Нет, нет. Во-первых, вы можете не коммитить кнопку, а кнопку за коммити в последний момент. Добрый, а как ты возьмешь мои изменения, чтобы их до конца довести? Так мы будем планировать свою работу по-другому. Мы запланируем свою работу таким образом, чтобы на протяжении до последних коммитов наша работа оставалась невидимой. Ну, например, ты создаешь класс. А? Он не может быть релизом. Там уже эта работа будет. И что? Но есть немало работы. Почему? Она невидимая. А, ну, то есть, типа, я заедную тест, да? Да нет. Смотрите. Вы пишете свой класс. Мой, как он у нас назывался? Поиск ветеринара. Вы пишете там, Рест, ветеринар, сервис. И реализовали его с тестами, по ТДД, все дела. Могу я закоммитить в транк или нет? Еще нету кнопки, нету UI, ничего. Могу закоммитить? Тесты все проходят. Мой проходят, все остальные тесты проходят, регрессионные, все проходят. Могу закоммитить? Ничего не мешает, правильно? То, что это зарелизят завтра, кому-то помешает? Подождите, я задал конкретный вопрос. Это кому-то помешает или нет? Да не помешает. Все. Все. Нету никакого много. Окей, если у нас через рік планируется там интеграция с Монго, я сегодня написал интеграцию с Монго, и она пишет, что она там живет. Вы ее не подключили, пусть живет. Вы не подключили ее к реальному Монго. Ваше подключение к реальному Монго состоится на самых последних стадиях. А если она в пакет, то есть другая кнопка, и она уже готова. А как бы, все равно, еще следующий не мат. Поделиться кнопкой, что же не можно? Вот. И поэтому я же и говорю, что многие начинают по-другому задумываться над процессом реализации конкретной фичи. С чего начать? Стоит ли коммитить UI? С него можно начать, например, но не коммитить. Ну, то есть, например, сделать серверную часть. Когда-то вы можете сказать, смотрите, мы вот посмотрели, и в принципе задача вообще укладывается, не знаю, в полдня. Тогда я ее просто в полдня и закомищу. Ну, зачем мне бранч тогда на нее создавать? Кому ее трекать буду? Люди говорят, а, там может быть кто-то кому-то будет что-то трекать. Зачем? Я просто сделаю ее и закомищу одним пакетом. Если же я вижу, что это фича, я могу ее разработать так, что я уже начну интегрироваться, и это круто, потому что в этом случае мы можем работать все вместе, всей командой над одной областью. Не надо такого, что все должны над независимыми фичами работать. Мержи-то когда происходят? Мержи происходят тогда, когда вы начинаете менять одно и то же. И вот представьте, я связан с каким-то сервисом, и вы связаны с каким-то сервисом. Мы оба пришли в параллельных задачах, пришли к этому сервису, и видим код хреновый. Ну, надо его чуть-чуть причесать, чтобы он был более понятный. И мы оба выделяем метод. Вы выделили метод, и я выделил метод. Это очевидное изменение, оно напрашивалось само собой. Теперь это два изменения в разных наших файлах. А если вы потом в конце своего подумали, блин, надо еще переименовать этот сервис, кто-то его назвал совсем карьера. Все, капец. Как вы теперь это смыржете? Очень тяжело. А зачем? Когда работа нормальная, заключается в следующем. Я пришел в сервис, смотрите, и вижу, ага, метод бы выделил. Я выделил метод, и сразу закоммитил только это. Понимаете? Я не изменил поведение системы. Тесты подтвердят, что все проходит. И я это уже закоммитил. Теперь любой другой человек, придя в этот же метод, а он может прийти в этот метод в любой момент времени, уже имеет более хороший метод. Я увидел, что кто-то назван неправильно, какой-то класс неправильно назвали. Я его переименовываю и комичу это. Благо инструментов для этого, опять же, встроенных в IDE, локально распределенная система контроля версий, это очень удобно. То есть, например, если вы хотите это сделать с помощью IDE, в той же IntelliJ IDE есть понятие шелфа. Вот, например, вы решаете задачу. Надо перенимать класс. И он там много-много где используется. Если вы его переименуете и будете коммитить вместе со своим остальным кодом, то вы сразу кучу гемора получаете. Первое. Тот человек, который будет делать код-ревью, ему проще застрелиться. Потому что понять, вот там в 900 файлах, которые поменялись, это ваши изменения существенные, или это просто ренейм, без вариантов. Нужно все просмотреть. Второе. Это то, что теперь у меня уже есть два изменения, а когда я буду делать мерш с кем-то и кто-то тоже там что-то подменяет, у нас уже больше проблем. Вместо этого я делаю шелф, я складываю все свои текущие изменения в шкаф, делаю ренейм, делаю коммит, ну, естественно, убеждая, что тесты проходят. Делаю аншелф, продолжаю работать. Все. Если вы работаете с распределенной системой контроля версии, для вас это обозначает, что вы просто откатились на прошлый коммит, сделали изменения, сделали коммит, и продолжили работать дальше. А где тот, что минимальный предел, на котором стоит коммит? Минимальный предел... Смотрите. Минимальный предел заключается в том, есть ли осмысленность и законченность в вашем действии, которое вы совершили. Это может быть с одной строчкой. Это абсолютно нормально. Например, вы нашли, что в каком-то классе кто-то там вместо табуляции поставил кучу пробелов. Или вместо пробелов табуляции. И вы это починили. Ну, вот вы и закоммитили это. Ну, а если, например, берем такой профессиональный вариант, есть функция в гербе класса, и в ней какая-нибудь переменная называется коляло. И я внутри этой функции переменовал... И коммити. А что вас останавливает? У вас есть лимит на количество коммитов в день. Какая в этом проблема? Если вы ее озвучите, можем подумать к ней решение. А, это как бы процесс, который... То есть вы его пытаетесь скрыть, делая коммиты реже. То есть у вас есть проблема, тесты тормозят, но вы говорите, а, мы будем реже коммитить, и тогда вроде как не совсем тормозят. Решайте проблему. А? Нет, объективно они не будут замедляться. Нет, ну, опять же, берем то же это именование переменований, как лишнего как-то действия. У тебя их переменовал, да, хорошо. И уже все будут иметь переименованные. Вы всем сделали добро. Этим добром это continuous delivery добра. То есть вы... Вы сделали добро, но свою задачу закончится только в пятницу. Ну, а сегодня, например, понедельник. Вопрос, почему вторник, среду, четверг все будут жить не с переименованной переменой. А вдруг будет? Или вы пророк, вы говорите, сюда никто не пойдет. Можете в сабвершине, если вы сабвершин используете, можете залочить. Скажут, все, залочь, чтобы никто сюда не ходил. Ну, блин, я думаю, если у вас хотя бы 6-7 человек работают над проектом, потом вы выхватите на эти проекты. Не видно причины, почему не закоммитить. То есть я уже привык до такой степени коммитить там десятками раз в день, что, ну, это вообще не проблема. Зато потом ты отсеиваешь рефакторинг от задачи. И когда у тебя раньше, вот там раньше мы коммитили, там, не знаю, там раз или два за задачу, в итоге потом ты на ревью отправляешь, а там на самом деле задачи немного. Просто по ходу дела ты тут дописал тесты, там то, на старое, на все. Ну, вот, например, ты пришел, а класс там наполовину покрыт тестами, а тебе его менять надо. Ты думаешь, блин, надо дописать тесты. Дописал тесты, закоммитик. Смотри, сколько добра получается. Ты их закоммитил, другой человек в этот класс просто пришел. И он уже запускает тесты, будет его контролить больше, больше будет знать об этом классе. Зачем это держать до конца недели? Это так же, как с фичами. Чем больше ты держишь до конца недели, тем более проблемно потом это впихнуть туда. Особенно это касается того, когда кто-то делает, опять же, смежную область и тоже придет в тот класс и делает там изменения. Все. Никаких мержей тогда не будет. Мержей вообще можно избавиться, ноль будет мержей. Если каждый будет комиссией хотя бы несколько раз в день. Все. Никаких проблем. О, и вот это заставляет вас работать с QA-ами. Это заставляет вас не просто выплюнуть это куда-то, а там оно как-то там QA-ами само наладится. А это заставляет вас найти того QA-а и сказать, что, ребят, вот я готов закоммитить задачу туда-сюда, как мы сделаем так, чтобы вы на нее посмотрели. Они скажут, запусти на своей локальной машине, дай нам доступ, мы посмотрим через веб. Проверили, сказали, ну, вроде как нормально. По максимуму, мы на предыдущем слайде говорили, что по максимуму, по-хорошему, когда ты говоришь, я комичу свою задачу в транк, ты должен сделать ее самопроверяемой. Чтобы у тебя были автоматические юнит-тесты, интеграционные тесты, функциональные тесты и фича самопроверяемая. То есть это значит, что фича, попадая в транк, дальше сама себя проверяет своими тестами. Если ты этого не можешь добиться, задавай вопрос, что мне мешает это сделать? Почему нет? Ну, а бывают такие моменты, когда требуется совершенное тестование, хотя бы не имеет. Так, делай его. Вот у тебя есть локальная версия, задеплой ее на продакшн. Ну, на продакшн, говорю, на тест-энвайронт. И делай там. Какая проблема? Ты просто говоришь, у вас же есть скрипты, которые это делают. Ну, которые позволяют... Не комит, а зачем комитить? А зачем? Ну, смеюся. Ну, здорово. Это здорово. Вы удивитесь, но на самом деле многие крупные проекты живут с одним транком. Google живет с одним транком, Facebook живет с одним транком. Все продукты Google в один транк сливаются. Как вы на код-ревью проводили? А? Код-ревью. В какой момент? Воно не комит? О, это хороший вопрос. Код-ревью обычно, но опять же, как это делается внутри в Google, это все зависит от команды Google. То есть там тоже все по-разному. То есть не сказать, что есть какая-то глобальная практика код-ревью. Во-первых, вы можете ссылать долгое время, это были посылки патчей. Ну, то есть, ты можешь использовать гид, но ты просто должен знать, что у тебя есть один мастер. И ты должен любые свои изменения быстро, достаточно синхронировать, синхронизировать с мастером. Если же у тебя есть бранч, ну, ты завел себе бранч, это не значит, что это плохо. Это плохо, если ты этот бранч раз в неделю только синхронизируешь. Если ты из него пулаешь каждое, например, два часа, все окей. Ты по-прежнему нормально коммитишь в единый транк. Но теперь вопрос код-ревью отпадает сам собой, потому что все, что тебе надо делать, показать свою веточку. Ее никто больше не видит, кроме тебя и того чувака, которому ты показываешь. Если раньше долгое время было, и инструменты были специализированы, ты снимаешь патч просто, локально, сабвершеновский патч или любой другой, и отправляешь кому-то. Тут у себя накатывает этот патч, смотрит на код-ревью, и все. Это если вы распределенные. Если представим, мы сидим вот так за соседними столами, как проще все сделать в ревью? Ну и все. Вот ты самый ответил. А многие, нет, сейчас я ему сделаю там, все, будет ревью как надо. Если вы, например, проработали друг с другом, там, не знаю, черти сколько лет, и у вас там команда, в которой одни люди приходят в 5 утра, другие приходят вечером, ну вам нужно как-то смещение делать, тогда вы можете себе позволить делать уже после попадания в тренд. То есть, смотрите, код попадает в тренд, но вы имеете риск, что тот код, который попал в тренд, несмотря на то, что он вроде как самотестируемый, все эти практики, но вдруг человек ошибся. Ну, то есть, в этом случае у вас вот это вот понятие релизабл тренд, и оно немножко так нивелируется, то есть, это не совсем уже релизабл тренд. То есть, он релизабл, но если ничего не было проблемного с последними коммитерами. Это не очень хорошо. То есть, вы можете себе такое позволить, если ваша команда работает друг с другом уже там несколько лет, все со, все как бы знают все правила, и мало, когда случаются проблемы. Тогда можете себе такое позволить. Если нет, ничего, вот особенно, если вы распределенную систему используете, то вообще никакой проблем. Можете посылать, можете позвать, как хотите. Да. А вот, допустим, буквально чекинить какие-то высокорубневые тесты. Здесь большая фича. Я написал какие-то высокорубневые тесты для нее. Если я чекинить, то у меня получится, что... Как бы... Уже ж был сегодня этот вопрос. Вы можете... Есть два варианта. Первый вариант, вы их не чекините. Вот. И... Ну, имеете их просто у себя и чекините их самым последним. То есть вы их... Вы являетесь оунером, скажем так, этой фичи, и вы прогоняете их только у себя. Это не очень хороший вариант. Второй вариант, это вы помечаете их специально... Например, если ты в Java, помечаете их специально аннотацией, пендинг. Чем самым говорит, что они есть, я бы хотел от них знать, но они будут в отдельном билде прогоняться. Ну, я не закончил фичу, они пендинг, и поэтому информация о том, что они падают, будет в отдельном билде. И тогда бы в основном билде, чтобы видно было, что он хороший, что с ним все хорошо, что все зелененько, в нем все хорошо. А отдельный есть пендинг, это iteration build, скажем так, да, это тот билд, который вот сейчас идет, то, над чем сейчас работает. То, вот, делается так. Иногда бывает такое, что люди, ну, у нас часто таким пользуются, когда вот owner фичи, тот, который человек делает фичу, у него эти тесты есть локально, и он их постоянно запускает. То есть, он дает гарантию того, что, скажем так, он контролирует все. И потом он последним коммитом, когда убеждается, что все хорошо, последним коммитом говорит, а вот мои тесты. Но это не совсем корректно. То есть, мы где-то отходим, да, потому что, ну, специфичная ситуация. Но по-хорошему, лучше делать так. Как вы хотите узнать, какие конкретно коммиты пошли для конкретной фичи, перенадаченной? То есть, Али сделал дизайн, тот сделал... Потому что каждый коммит, который делается, сопровождается... А, это комментариям, я надеюсь, что все комментариям сопровождают. Б обязательно сопровождается ссылкой на таску, на которой он делался. То есть, это идет так. Я добавил дизайн... Ну, дизайн добавлен и в скобочках решетка номер задачи. Если мне теперь нужно отобрать все коммиты по определенной задаче, я ввожу решетка 25, отбираю все коммиты по 25 задачи. это неудобно. Если бронечки смотришь, чем отличается обморка? Давай сначала с этим. Почему это неудобно? Вот. Ну, как... Выпустим, вы нашли с каким номером задачи это все повязано. Но, все равно, посмотреть в совокупности все эти изменения и чем отличаются от мастера. Как это? Я же вам только что сказал, как это сделать. Я беру и говорю, выберись мне в фильтре все коммиты по 25. И после этого говорю, покажи мне дифф по всем этим коммитам с мастером. Поле вбить 25 это сложно. Ну, я вде открываю, вде говорю, хотелось бы посмотреть, чем коммиты по этому task отличаются от мастера. И вбиваю фильтр, решетка 25. Мне показывается список коммитов. Теперь я могу делать все, что хочешь. Могу конкретный коммит показать дифф с мастером. Могу несколько выбрать, показать совместный дифф с мастером. Могу выбрать несколько и сказать, покажи мне дифф от вот этих коммитов по сравнению с мастером, не знаю, за год назад. Ну, все, что хочу, могу сделать. Никаких в этом проблем нет. Вопрос просто, когда такая задача у вас возникает еще? Насколько часто? Как часто такая задача у вас возникает? Зачем? То, как у вас сделано, я понял. Я не понял, зачем вам нужна такая информация? Как она вам помогает? Какую задачу она решает? Круто. Зачем вам это знать? Как это вообще связано? Ну, реально, вот приведите пример конкретно задачи, которую вы этим способом решили. Может, нашли какой-то дефект, еще что-то. Я просто не представляю, зачем это нужно. Я не делал этого ни разу, поэтому мне интересно, почему такое может понадобиться. Ну, вот реально, я знаю, что 25-й, вот наш пример, я по 25-й задачи коммитил раз в час. И кто-то еще коммитил в интервалах, неважно. И теперь вот мы говорим, что, блин, хотелось бы что-то узнать по этой 25-й задаче такого, что вот я не смогу сделать такой системе. Что это должно быть? Так что он менял, я же вам рассказал, как можно увидеть. Вопрос, а что еще вы думаете? Что еще вы этого хотите? Не, правда, может быть, есть какой-то кейс, который, ну, важный, но... Есть просто некоторые вещи, которые люди делают, только чтобы было. А как вы откатаете? Например, сейчас такую фичу не надо отключать, да? Так, правильно, что? Надо эту руку наведрить, чтобы все, 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 хороший вопрос. Смотрите, если фича делалась, как откатить фичу, если она делалась в множество коммитов? Есть штуки, которые, например, фича делалась, ну, достаточно быстро, в короткий интервал времени, да, и эти изменения не успел кто-то взять. Это очень важный момент. Ну, хороший вопрос, потому что он поднимает важную проблему. Помните, когда я говорил, что вы должны иметь самоконтроль, делать изменения, не связанные с фичой, не в фиче, а коммитить отдельно. И вот тут возникает очень интересный момент. Кто так не делает, вот для него реверт очень проблемная штука. Ну, потому что он включил в свой коммит по задаче переименование класса. А все уже живут с переименованием. И получается, теперь, если он сделает реверт, все поломается везде. Ему надо руками это все чинить. Поэтому, если он делает, он действительно все контролирует, и он делает коммиты, связанные с рефакторингом отдельно, а свои коммиты по задаче отдельно, то в этом случае реверт не представляет вообще никаких проблем. То есть, ты просто ревертишь и у тебя есть два шанса. Первый шанс, твои изменения еще просто по твоей фиче. Никто не успел взять. Ну, просто вот ты делал сервис какой-то и никто им не пользуется. Все, все ревертнулось, все нормально, нет сервиса. Вторая, вторая вероятность, это то, что кто-то уже успел к нему там UI придумать в другой совершенно на задаче, да, и уже использовать его. В этом случае разница между бранчем и бранчем никакой нет. Ты просто не ревертнешь. И неважно, делалось это в отдельном бранче или не в отдельном бранче. В тот момент, когда ты замержил в трамп и кто-то начал уже этим пользоваться, уже ревертнуть тяжело. Ну, то есть, ревертнуть можно, а вопрос, что делать дальше. Поэтому тут разница никакой нет. Но вот это очень важный момент, я еще раз говорю, не включать изменения, не связанные с задачей, в саму задачу. Тогда проще код-ревью, тогда проще ревертнуть, тогда меньше коммитов, связанных с задачей. Вот это очень ключевая штука. Да. Бранч, это спайк, он вообще никакой. И мало выбросить, потом ее. Бранч. Бранч. Вы не интегрируете это изменение. У вас это не изменение, живое. Это эксперимент, вы же правильно сказали. Отбранчевались, и живите себе в этом бранче. Отдельно. Вот. Помните, мы говорили про автоматизированный процедуру деплоймента? Вы выбираете, я хотел бы задеплоить на QA Environment вот этот бранч. Все. И нажимаете ту же кнопку, как обычно. Только теперь у вас бранч, это вот этот ваш, экспериментальный, и все, ничего не изменило. То бранч, вы как бы в консер-пайке? Конечно. Я имею в виду для основной разработки. А пруф-эв-консер, архитектурные спайки, все в бранче. У нас постоянно такие бранчи живут. Потому что иногда бывает такое, человек говорит, ой, сейчас мы прототипчик сделаем, я на своей локальной машине начну делать. Делает, 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 потом хопа в пятницу заболевает. И говоришь, слушай, ну надо доделать, можно я доделать. А у меня все на локальной машине. Не, это неправильно. То есть лучше же ковитить в бранче. Ну что таки, так, если у нас в рамках 1, 2, 3, в каких-то моментах то есть какие-то изменения замовный бизнес скажет, мы релизируем только первую и другую, но на самом деле уже какие-то изменения для третьей страны есть. Как это? Мы дойдем до этого. Если у вас так случается, скажем так, то есть два варианта. Если это случается очень редко, то первый вариант, который я расскажу, подойдет вам. Если это случается очень часто, то есть наподобие, вот у вас есть некий continuous flow, вы все разрабатываете, фичи разрабатываете, и очень часто бизнес говорит, так, надо только вот это или только вот это, то тогда второй вариант. То есть первый вариант заключается в том, что если это очень редко, то вы можете действительно взять просто и ревертнуть все изменения, которые не нужны. Но это если это редко, потому что это реально геморренно. Вот. Если это часто, то вы можете сделать дополнительный коммит, скрывающий определенную фичу. Если вы уже совсем доходите, скажем, до хорошей разработки, то делаются фича-флаги. Фича-флаг это такой флаг, который можно в любой момент отключить. То есть, например, у вас есть где-то, не знаю, вот приведу пример из жизни, там, обрабатываются какие-то данные. И есть дополнительная, ну, не дополнительная, а просто одна из опций, надо экстрактить людей оттуда. Ну, поток данных идет, ты находишь людей, говоришь, о, человек. И куда-то там, в сторочку какую-то складываешь. Вот. И хотелось бы, чтобы когда-то, ну, я бы мог быстро, например, есть проблема с людьми, ну, с тем, как мы их находим. И она приводит к тому, что весь сервис перестает работать. Я бы хотел быстренько в рантайме сказать, нахрен людей, не будем никого экстрактить. И раз люди не экстрактятся. Что это обозначает с точки зрения кода? Это обозначает, что где-то есть ифы. Ну, либо некий фреймор, который позволяет включать, выключать определенную функциональность. Но все серьезные проекты, которые действительно, там, ну, на солидном уровне, и у которых критикал, нагрузки, availability и прочее, они имеют фича флаги. Почему? Потому что если у тебя какая-то фича неожиданно начала, например, пожирать все, ну, нагрузкой своей, и ты ее не можешь отключить, то у тебя проблема, что весь сервис недоступен. Ну, представьте, например, вот вы открываете кого-то, ну, не знаю, там, PrivatBan, да, а у него есть фича, там, например, показ баннеров каких-то. И кто-то там натупил в показе баннеров и выплыл это только под нагрузкой. И все. Если баннера показываются, все, больше никаких операций невозможно сделать. Представьте, насколько дорого тогда взять и на всех серверах фиксить это там, а не знаешь, как пофиксить. Вот факт есть такой. Как это отключить? И тогда люди, когда у них такая ситуация, что высоконагруженный проект, в котором много точечных фичей, люди заранее об этом беспокоятся и заранее включают в каждую фичу вот такого рода возможность ее отключения фичи флага. И тогда вот то, что вы описали, никакой проблемы. Единственное, что я делаю, я говорю, отлично, деплоим транк, но с выключенной вот этой фичой, вот этой фичой, и этой фичой. То есть, например, там, выключим, не знаю, регистрацию, выключим оплату и еще что-то. И все, уходим. Но это если вы заведомо об этом заботитесь. Если нет, в ручном режиме можете это поделать. Потому что есть некоторые проекты, на которых вот такие фичи флаги, особенно когда фича размазана сильно по функциональности, и у вас не хватает опыта архитектурного и дизайн, чтобы сделать это красиво, то это превращается в такое. If, 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 if на if, и код вообще невозможно как-то воспринимать. Поэтому не всегда это круто иметь фичи флаги. Но вот это решает проблему вообще целиком. Мы же обычно, когда с таким сталкиваемся, это редко бывает, когда говорят, хотелось бы все, кроме вот этого, то мы говорим, а что нам надо за коммити для того, чтобы скрыть эту фичу. И мы делаем дополнительный коммит в транк, который говорит, скрыли фичу. Потом, когда эта фича назад понадобилась, мы реверсим тот коммит, и она обратно выплывает. Обычно это происходит сразу после релиза. Ну, то есть, обычная точечная, правильно, вас перед релизом просят, вы ее скрываете, после релиза сразу открываете. А если выяснилось, что эта фича вообще потом не нужна? Бэкграундная задача выкосить эту фичу. Ну, потому что код, который ничего не делает, никому не нужен ее держать. Ну, это именно бэкграундная задача, потому что, смотрите, опять же, очень важный момент. Если код существует в системе, это плохого ничего не приносит. Теперь вопрос, что важнее, выкосить его или реализовать фичу, которая будет приносить деньги? Ну, ответ напрашивается сам собой. Лучше действительно делать фичу, которая приносит деньги. Но в бэкграунде оставить, что обязательно надо этим когда-то заняться. Иначе половина кода будет никому не нужна, но не будет времени его выкосить. А если он в бухах делает, например, какой-то ресурс транспортной металлизации и так далее, то есть он эти ресурсы потребляет, не используется, но оно до этого не падает, но в принципе работает не так. Вот поэтому же я говорю, это индивидуально. То есть вы должны задуматься, что надо выкосить, чтобы эту фичу именно отключить. Ну, чтобы она ничего не жрала. Если у вас есть такая возможность, вы видите ее, то да. Если такой возможности нет, и она там размазана по всему, тогда, наверное, проще ее сразу выкосить. Потому что если она что-то хавает, то это не очень хорошо. Еще вопросы? Насчет репозитория. То есть вот эти рефакторы, которые не должны входить в пичу, их выносите тоже в отдельную транспортную? Нет, подождите. Вы, наверное, прослушаете. Все в тран. Вообще все в тран. В первую очередь рефакторы. Все в тран. Все в тран. Все в тран. Все в тран. Вообще все бранчи у нас хранятся, они не удаляются, да? А, нет смысла. Ну, у нас, например, 400 только тегов релиза будут уже искать. Ну, и пусть будут. А, в этом плане? Да. Вот насколько она это делает? Ну, если такая проблема возникает, то, ну, удаляется. Ну, у нас не возникает. У нас, наверное, релизов, там, ну, не знаю, 60, может, 80. Ну, нету проблем. 440 и R100. Какая разница? Они же все однотипные. R440. Это только релизы, а остальные все там тран. Не, если эта проблема есть, ну, придумайте что-то в этом. Ну, я у нас просто не ощутил ее, поэтому... Может быть. Может промахиваешься, реально. Ну, у нас, я же говорю, у нас все время идет тран, и из него иногда делаются, ну, не иногда, там, раз в неделю, иногда раз в два дня делаются релизные бранчи. И реже, гораздо реже делаются еще бранчи под эксперименты. Ну, это вообще, там, раз в несколько месяцев. Поэтому мы не видим эту проблему. Ну, может для кого-то реально проблема. Да. Я думаю, так, чтобы фикс-бэкграунд тасок не сбитывался. Тогда мы попробовали у нас кинтайну сказать, давайте створим на 4-поинты там таску, рефактор. Пришел миллионер и сказал, типа, а что я с тобой думал? Ну, вы очень такую тему затронули. Ну, возьмите и включите это плавненько в другие задачи. Ну, да. Ну, потому что она действительно ему ничего не приносит. Но объяснить вам, ну, тогда мы будем там быстрее писать код. Ну, это очень расплывчатое. Поэтому вы просто говорите, ну, мы-то об этом знаем, что мы быстрее будем. Поэтому мы его включим вот сюда. Не, ну, наверное, мы пинчем и мы откажем, что она просто блока ничего функционально считает. Правда. То есть обманывается. Ну, тоже вариант. Очень прозрачное отношение тогда с заказчиком. А он вам точно так же говорит, денег пока нет. Деньги пока не перечислили. Но я стараюсь, они уже идут. Вот я... Сегодня только был в банке утром. То есть это все вопросы о взаимоотношениях с заказчиком. Вот. Про релиз транк. Маленькие фичи. Релизабл транк будет невозможен, если у вас будут фичи, которые будут занимать месяц. Ну, что это за фича, которая занимает месяц? Это может быть большую вообще какая-то фича, но ее надо дробить. Ее надо дробить на под фичи. Фича по-хорошему должна занимать, ну, порядка до недели максимум. Максимум. Если нет, дробите еще больше. И дробятся они реально до бесконечности. Следующий интересный момент, который многие упускают, это понятие slicing development. Многие привыкли, что надо разрабатывать задачи по слоям. То есть, например, плохие разработчики сначала делают структуру базы данных, потом к этой структуре базы данных сервис делают, потом к нему прикручивают UI. UI ни хрена не прикручивается, но они его вот так подтачивают, и он все-таки прикручивается. В какой-то момент оказывается, что и база-то не нужна, но она уже есть, поэтому пусть живет. Это так плохо делать. Чуть лучше разработчики делают по-другому. Они говорят, на все, что мы не знаем, понадобится база или нет, давайте с UI начнем. UI сделали, выкристаллизовался сервис, сервис сделали, выкристаллизовался хранилище, все реализовали, все красиво. То есть, получается, каждый следующий слой рождается из требований к нему от предыдущего слоя. Это более хороший подход. Но еще лучший подход, это когда вы делаете разработку фичи, как бы нарезая ее слоями. То есть, вы берете и говорите, вот надо реализовать логин. И говорите, какую бы самую простую реализацию логина я бы мог сделать, чтобы она могла работать. Наверное, самая простая реализация логина, это когда вы говорите, я передам параметры, юзернейм и паспорт прямо в урле. Вот такой вот будет у нас логин. При этом вы реализуете функциональность самого логина. Ну, то есть, будет действительно логиниться, проверяться пермишины, редиректиться на правильную страницу. То есть, все работает. Формочки нигде нет. Надо знать магические параметры, там, j, подчеркивание, паспорт, j, подчеркивание, юзернейм, и тогда ты и зайдешь. Смотрите, почему это важно. Во-первых, вы можете это коммитить. Ну, потому что, во-первых, никто не знает этих параметров, это раз. Во-вторых, даже если знает, ну, залогиниться. Ну, какая разница, беды большой не случилось. И самое главное, это то, что вы это уже можете отдавать на тестирование тестировщиков. То есть, вы можете это закоммитить, это невидимая фича, ее никто не видит, но она уже реализована, ее часть значимая. Когда вы это сделали следующим слоем, который вы реализуете, вы говорите, о, отлично, теперь простую формочку забабахаем. Меняется концептуальная философия, концептуальный подход. Вы уже дальше двигаетесь от того, что логин работает. Теперь давайте сделаем его удобным для использования. И делаете простую формочку. Закоммитили. Теперь можно логиниться через простую формочку. Но, например, у вас нет клиентской валидации. Ну, то есть, если ты на клиенте ставил поле пустым, пройдет только серверная валидация. То есть, не беда, ничего страшного, правильно? Ну, фича-то работает, нету каких-то к ней улучшений, но она работает, ее можно отдавать на тестирование. И последним этапом вы сделали клиентскую валидацию красивую, возможно, аяксовую подсказку, что пароль слишком короткий, еще что-то. То есть, докрутили эту фичу до конца. В чем концептуальное отличие? В том, что на каждом из этапов у вас имелась рабочая фича. Она работала полностью. Смотрите, как это взаимодействие в команде. Вот мне, например, на другой фиче нужен был логин. Ну, просто возможность логина. Я, например, там, пилил страницу админа. И мне нужно было под админом логиниться и переходить на админа. Если мы раньше работали, вы доводили задачу до конца, и только тогда я первый раз мог залогиниться. И первый раз посмотреть, я редиректчусь на админа или нет. То вот с этим подходом я уже с первых дней могу логиниться под админом. Пусть мне это не супер удобно, но это не проблема для меня. Я в Урле буду иметь админ паспорт и все, и логиниться. Но уже с первых дней я буду иметь возможность пользоваться вашей функциональностью. Это и есть continuous integration. Вы интегрируете теперь не просто код. Ну, просто разбросанный код. Три класса за комиссель. Эй, можешь юзать как-то там. Вы интегрируете свое решение. То есть часть задачи. Вы дробите задачу на такие этапы, каждый из которых приносит ценность кому-то другому в проекте. И в принципе, если на каком-то этапе вы там заболели, что-то еще случилось, то у вас законченная работа есть. Не просто разбросанные слои, которые теперь надо каким-то образом соединить, а полностью законченная работа. Это еще к тому же вопросы, которые задавали, что если заказчик вдруг прибегает и говорит, ой, слушайте, а вот там эта задача уже не сильно нужна, нужна вот эта. То тут вы имеете опцию. Вы можете сказать, а мы ее как раз доделали до той фазы, когда она работает, но только вот клиентской валидации нет. «О, так отлично, давайте так и оставим, и будем так использовать». И временно не будет клиентской валидации. Это нормально. Вы даете опции, вы даете выбор. Вы говорите, можем теперь откатить ее целиком, можем использовать ее вот в этом варианте, а не просто. У нас есть набор классов, особенно впечатляет, когда ты приходишь к кому-то и говоришь, ой, слушай, давай посмотрим у тебя на… У меня все разобрано, я фичой занимаюсь. У меня тут пока даже не компилиться, мы ничего посмотрим. Ну то есть это очень далекий стиль работы от релиза Болтранка. Да, в чем вопрос? Я хотел вот насправді заперечить, ну не то, что можно заперечить, а наголосить на то, что не треба быть таким совсем категоричным, в том, что там починати с базы данных и рухатись вверх – это завжди погано. Объясню вам. Не, я могу пояснить також на контраргумент. Давайте. Если requirements драйваются не функциональностью для end-user, а драйваются зі сторони данных, то спочатку… Это ужасно. То есть, конечно, это энд-user. Ну… Не все системы имеют энд-user, иногда есть системы обработки данных, в которых насправді приходят тебе requirements, что у нас есть такие данные, и мы хотим их перетворить в такой вигляд. Все правильно. Вы путаете с Марисой. Ну, то есть у нас на проекте… Я закинчу думку, если можно. У нас, например, на проекте приблизно такая система… Ну, я могу детализовать, но это, думаю, сейчас не важно. То есть у нас иногда бывает такое, что нам сначала нужно, скажем… Ну, я не скажу базу данных. Нужно иметь код, который может, откуда нам давать данные. А потом мы на базе этого кода можем распаралелить, скажем… …колько, скажем… …фич. Одночасно… Колько людей может над ними працювать. Так вы ничего не противоречите тому, что я говорю. У вас просто… Ваш интерфейс к вашей системе является входной канал данных. Правильно. Поэтому вы… Но вы отталкиваетесь от входного канала данных. А не сразу пытаетесь формат данных в базе придумать. Я просто хотел наголосить на том, что, возможно, тут кто-то принял все, как догму, что начинать с базы данных – это плохо всегда, а начинать с UI – это хорошо. Так и в вашем примере с самой базы данных начинать плохо. В вашем примере начинать надо с анализа канала данных. Вот представьте, я вам говорю. Ну слушайте, вот будет канал данных к вам, и там будет какой-то JSON. И вы меня не расспрашиваете никакой, ничего. Говорите, все понятно, буду делать фичу. И говорите, а, JSON MongoDB возьмем. Там хорошо JSON хранится. А потом, когда доходит до дела, я вам начинаю первые данные присылать, оказывается, что мой JSON, который там ходит, это тупо там вообще старинный обряд просто, потому что у нас по-другому JSON не работал. И там я передаю вам буквально k-value всегда. Спрашивается, хорошо ли вы, чтобы k-value, для которого существует гигантское количество классных сторочей, сохранили в Bongo. Не уверен. Понимаете? Вот я про что говорю. Что вы должны отталкиваться от requirement к конечному интерфейсу вашей системы. Если для вашей системы это данные, то есть некий канал данных. И у этого канала данных есть описание, требования, как он должен работать, что он вам должен поставлять. И вы должны написать действительно сначала код, который это преобразует в какой-то формат, который вам выгоден, и уже потом прийти к сторичу. И может оказаться, что этот сторич это плейн файлы, может оказаться, что это база данных, может Монго оказаться, все что угодно. Абсолютно, абсолютно с всем погоджуюсь, кроме випадка, что, ну, вы описали ситуацию, когда наперед невидимо, який сторич нужно использовать. А это никогда не известно. А когда у нас точно известно, что у нас сторич, там, грубо говоря, что MySQL для данных завжди, потому что... Почему? Потому что это архитектура системы. Это надо пережить. Данные у нас завжди зберегаются в MySQL, потому что у нас данные подходят. Ну, они абсолютно добре лягают на реаляционную модель. Я вам открою секрет. Любые данные можно впихнуть в реаляционную базу данных. Раньше, скажем так, когда-то давно, когда были только реаляционные базы данных, считалось особым талантом впихивать невпихуемое, и считалось, что тогда ты архитект, если ты там взял... Вот есть у вас Oracle, там, заплатили за Oracle, и теперь надо все впихнуть в Oracle. Похрен, насколько оно хорошо в этот Oracle залезет, но ты должен уметь это делать. Имиджи впихивали байтовыми стримами, чего только не делали, каких только извращений. Благо, сейчас у нас пришел, скажем так, новый виток эволюции, и нам сказали, не только SQL, есть другие storage. Именно поэтому я концентрирую ваше внимание на то, что даже если вам кажется, что эти данные ложатся на реаляционную модель хорошо, например, там, по полям раскладываются здорово, вы должны каждый раз задавать себе вопрос, то, что они ложатся туда хорошо, а как они используются? И если они действительно... А это каждый раз по-разному. То есть пришли какие-то определенные данные, например, там, о пользователях, а я не уверен, что пользователей круто хранить в реаляционной базе данных. Если у вас нет отчетов, например, о пользователях, которые выводят, сколько таких-то, столько таких, и то я тогда не уверен, что их круто хранить в реаляционной базе данных. И если у вас есть реаляционная база данных, в которой хранятся уже какие-то данные, и пришли какие-то новые данные, то, что у вас есть реаляционная база, не должно вас останавливать перед тем, чтобы пересмотреть, какой сторож нужен для этой базы. И только тогда у вас будет действительно динамичное архитектурное решение, а не архитектурное решение, когда кто-то приходит и говорит, а что мы это сюда запихнули? Ну, уже было до нас, мы и запихнули туда. Вы не будете дальше развиваться, не будете дальше двигаться. Вы будете просто писать туда, потому что все пишут туда. И будет неудобно, где-то плохо работать. Вы будете биться над перформансом, пытаясь там оптимизировать join'ы каким-то образом. А это не нужно, потому что вы могли выбрать другое хранилище. Знаете, сколько, например, вот я вам конкретный пример приведу. Знаете, сколько, например, Redis может давать операций в секунду? 400 тысяч. Выбейте из MySQL столько. Я очень сомневаюсь. И вот есть задачи, в которых абсолютно не привязаны мы к реализационной базе данных. И мы проблему с перформансом вместо кластера из MySQL решаем одним серваком Redis и одной репликой. Всё. Никакой проблемы. Потому что мы не зашорены, что вот есть только MySQL, и никуда с MySQL мы уйти не можем. Это уже на самом деле зависит от задачи. Конечно. Я же вам это и говорю. Зависит от задачи. И от того, насколько мы имеем входную информацию, что мы уже читали. Но фокус этой дискуссии, это на самом деле то, что начать разработку или дизайн нужно от того, откуда приходят данные, а не всегда с UI. Так UI это же и есть, откуда в большей части систем приходят данные. Есть поток данных, например, от какой-то внешней системы. Есть, кто с SMS-ками к тебе данные приходит. То есть да, я бы переформулировал то, что вы говорите. Абсолютно верно. Начинать надо по направлению поступления данных. Тогда будет вообще хорошо. То есть если у вас данные с UI проходят сквозь сервис, попадают в хранилище, то надо по этому же направлению и делать вашу разработку. Если они поступают где-то сбоку, то ровно точно так же и надо делать разработку. Вот это будет вообще тогда корректно. Одну же фразу. Просто тут идея была, что, если я правильно понял, деливерировать готовый продукт с обмеженной функционалом. Ну, можно сказать с ограниченным, но мне не нравится слово ограниченный. Да, именно так же, как test driven development. Мы пишем базовый тест, а потом мы его расширим. Так же его функционал. Мы пишем базовый функционал, а потом его расширим. То есть минимальная выкидка, правильно? Можно и так. Да. А потом его потихонечку расширим. Да. Но не больше мы пишем базу данных, инфраструктуру, а потом уже рука все доверяется. Блин, это до такой степени, ну, может быть я просто говорю мне понятные вещи, потому что я... Ну, это питание разного ревня урозумения. Давайте я приведу один пример, возможно станет понятно, о чем я говорил. Был один проект, который мы разрабатывали, и считалось, что там очень сложная модель данных, и первое, что мы должны сделать, это мы должны тупо полностью разработать всю схему базы данных. Все, ее долго рисовали в разных энженах, долго на доске спорили как, какие сущности должны между собой комбинироваться, этой сущности нам не хватит до конца жизни, надо две сделать, а вдруг вот тут еще придет. Мы сделали гигантскую схему базы данных. Сколько боли было, чтобы впихнуть данные в эту схему потом, а менять ее потом было проблематично, потому что, ну, уже, скажем так, она была утверждена на всех уровнях, и дальше изменения шли с трудом. Насколько тяжело было с ней работать, это сложно передать. И уже не говоря о том, что какие-то другие хранилища, то есть там речи никакой не шло. Начали с фронтенда, с того, что через параметры можно передавать юзернейм и паспорт. Но, в принципе, фича, это когда есть формочка, правильно? Не обязательно. Вы не правы, смотрите, вот вам, например, приходит, пользовались вы такой функциональностью, я забыл свой пароль. Вам приходит формочка, вам приходит URL, по которому вы можете залогиниться в приложение. Правильно? Правильно? Это значит, что у вас есть возможность теперь, получив URL, каким-то образом зайти в приложение. Эта возможность является работой по логину непосредственно. Теперь, если мы параллельно разрабатываем несколько фичей. Вот я разрабатываю, ой, это, remind me password. А вы разрабатываете формочку для логина, то если я буду иметь возможность уже логиниться, то меня ничего не будет останавливать в моей задаче. Если же я дождусь вашей формочки, и только после этого буду иметь возможность логиниться по URL, это меня затормозит. Вот я вам о чем говорю. Мы думали, что давай сделаем ту функциональ, которая шаряна, и я тебе отдам, и ты будешь себе свою работу. Если вы так всегда будете в голове прокручивать, то потом это станет вам вообще, ну, казаться абсолютно адекватным способом разработки. Как только у вас есть что-то, что вы можете зашарить, зашарьте. Это не лишних затрат от вас не требует. Не надо что-то переделывать, доделывать. А особенно это важно, когда вы хотели бы, чтобы тестировщики быстрее начинали тестировать. Вот вы что-то сделали, и хотите, чтобы тестировщики уже набросились, придумали сценарий, попробовали, потыкали. Не надо ждать до конца. Дайте им это возможность сделать как можно раньше. Если взять эту тезу, чтобы начинать, откуда приходят данные. Данные будут приходить из UI. Ну вот в данном случае UI будет браузер. В браузере вы вбиваете юзернейм и паспорт, и приходят данные. Не из формочки, а из строки урла. То есть они не изменились, они просто не совсем удобно вбиваются. Но следующим же шагом вы это исправляете. Но вот это, я не знаю, как вам это объяснить. Вот это внутреннее понимание, что логин уже работает, и теперь у меня маленькая сфокусированная задача сделать его просто более удобным. Это очень круто. Ты не держишь в голове много вещей. Ты работаешь над маленьким аспектом этой фичи. И как только ты его закончил, у тебя четкий критерий. Логин не поломался при этом. У тебя есть тесты, которые подтверждают, что логин работает. Ты закончил теперь формочку и закомиссил. Закончил локальную проверку на браузере валидации и закомиссил. Ты сфокусирован на маленькой задаче. Потому что иногда задача обширная, и ты думаешь над разными ее частями, и оно грузит тебя очень сильно. Ну то есть у тебя вот этот эффект недовыполненной работы. Что вот оно висит над тобой, и ты думаешь, надо уже ее комитить вроде как. И сроки подходят, это на тебя давит. Ну так не очень прикольно. Вот. Не показывают, но UI. Это мы рассматривали. Сейчас мы последнее, что рассмотрим, это фичи флаги и сделаем перерыв. Вот. Фичи флаги, вот я отвечая на ваш вопрос, уже говорил, что это штука, которая позволяет вам в любой момент времени отключить какую-то функциональность. В основном для фичи флагов используют либо подход конфигурируемых фичи флагов на момент запуска приложения, либо подход рантайм фичи флагов. Рантайм фичи флаги характеризуется тем, что их можно включить или выключить, не перегружая приложение. Это удобнее гораздо. Как это реализуется? Один из примеров, как мы это делаем, это ZooKeeper. То есть мы берем ZooKeeper в качестве координатора, который имеет возможность всех уведомлять о том, что что-то изменилось. И мы таким образом имеем набор параметров. Например, конфигурацию кластера, конфигурацию базы данных или еще что-то. И дальше все происходит автоматически. Например, у нас отвалилась мастер базы данных. ZooKeeper сообщает всем, кто заинтересован, что ребята, мастер базы данных отвалилась. Те все говорят, о, прикольно, а где реплика? Говорят, а реплика там. Они берут эту информацию из ZooKeeper и говорят, ой, мастер отвалился, надо перейти. Это фича флаг. Перевод в ReadOnlyMode. И приложение само говорит, ой-ой-ой, я должен в ReadOnlyMode перейти и не давать райт операции. И переходит в ReadOnlyMode, переключаясь на реплику. Вот вам пример рантайм поведения. То есть как только, например, какая-то фича, а именно это у нас фича запись мастера с большой нагрузкой, как только эта фича становится недоступна по какой-то причине, упал мастер база данных, не знаю, перегружена или еще что-то, недоступна по сети, мы временно переключаемся в ReadOnlyMode. Когда мастер возвращается, то есть можно делать фича флаги с автоматическим возвратом. То есть когда мастер возвращается, он подымается и регистрирует себя в ZooKeeper. ZooKeeper всем сообщает, ой, мастер вернулся. Мы понимаем, что мастер вернулся, говорим, а где ты? Потому что мы могли уже на другом хосте его поднять, в другой там зоне и так далее. Говорим, где ты находишься? Берем его координаты и переключаем систему в WriteMode, которая работает с новым мастером. Понятная идея? Проще всего на флажках, это когда мы про if и говорим. Я вам привел пример более сложного фича флага, который еще и самовозвращаемый. То есть это не обязательно должен быть некий if, там можем, не можем, буллиновский. А это может быть некая сложная структура с запросом некоторых данных, но в целом это представляет один фича флаг. Мы можем писать данные или не можем писать данные. Понятно? И тогда таким образом вы можете в любом случае, если вы сделали релиз из трамка и какая-то функциональность не заработала, вы из этого должны потом научиться и понять, что вам нужно исправить дальше. Но вы ее можете быстро отключить. Это лучше, чем иметь ничего. Все, давайте сделаем перерыв. Глобальный Consimist Integration. Тут как бы мы уже говорили, что без него очень сложно интегрироваться постоянно и понимать, все ли работает, все ли по-прежнему нормально, все ли метрики проекта выполняются. Поэтому глобальный Consimist Integration обязательно должен быть настроен, чтобы был Continuous Delivery. То есть я бы сказал так, если ранжировать что более узко, что более широко, то вот Continuous Integration – это обязательная часть Continuous Delivery. Continuous Delivery – это обязательная часть Continuous Деплоймента. Continuous Деплоймент – это штука, которая как бы, с одной стороны, круто, ну, когда вы вообще любую фичу сделали, она сразу автоматом выходит на цикл и попадает в продакшн. Вопрос, что не каждому проекту нужен. Ну, потому что у некоторых, например, как у нас, бессмысленно каждую фичу сразу на продакшн выкидывать по маркетинг соображениям. То есть маркетологи хотят всем выслать письмо подготовительное, что типа, ребята, в понедельник вы придете и просто удивитесь, мы выкатим вам такую фичу, вы такого никогда не видели. И если она выкатится сама автоматом в пятницу и кто-то на нее сам найдет, это не то, чего хотят маркетологи. Поэтому Continuous Деплоймент – это не то, что нужно каждому проекту. А вот Continuous Деливери, то есть быть готовым к этому Continuous Деплойменту, вот это круто. ТДД, тут тоже мы уже поговорили. Следующая обязательная штука, которая нужна вам – это детальный код-анализ статический. Есть огромное количество проблем, которые можно решить именно статическим код-анализом, не делая код-ревью, не пытаясь прогнать какие-то тесты. И, ну, реально человек некоторые вещи вообще не может сделать. То есть объем кода, объем вашей базы данных кода, он иногда слишком велик, чтобы какие-то вещи осознать. То есть, например, там есть некие правила, которые существуют в языке программирования. Ну, например, в Java, если вы определили equals, то вам надо определить хэш-код. И многие люди где-то на каком-то объекте забывают это сделать. И отследить это на код-ревью не всегда легко, потому что объектов много, классов много. Человек обычно смотрит именно на функциональность и пропускает вот это правило. И гораздо проще, чтобы это делал за нас компьютер. Чтобы машина нам говорила, о, вы знаете, вот там пропустили хэш-код. Есть более сложные правила, например, из более сложных приведу. Date-форматор в Java может использоваться только в одном потоке. Он не потокобезопасный. Миллион разработчиков делает его статиком и начинает юзать в разных потоках, сами того не подозревая. Вот. И отследить, опять-таки, это достаточно тяжело. Статический анализатор это делает очень легко. Более сложный кейс, это когда у вас есть, например, некий код, который имеет дубликат в другом месте. И представьте, это здоровая база кода, и вы знаете, что у вас есть один в один дубликат, а может быть, единственное, переменные в нем по-разному называются, но 15 строк. Что для вас это обозначает? Вы знаете, что кто-то скопипейсил этот код, засунул его туда, и пройдет еще чуть-чуть времени, и этот код рассинхронизируется. И в итоге вы будете иметь проблемы. И так далее и тому подобное. Это все умеют делать современные средства статического анализа. Поэтому статический код анализ обязан быть включен в процесс вот этого автоматизированного внесения изменений в базу вашего кода. То есть коммитити. Первое, что должны пройти, это тесты. Второе, что должно пройти, это статический код анализ. Чтобы вы увидели, что никаких новых проблем в коде вы не доставили. Всегда думайте про rollback. Так, вот continuous delivery вас толкает к тому, что вы всегда должны думать о том, что я буду делать, если релиз пошел не так. То есть вы должны всегда иметь возможность откатиться назад. Или сделать какие-то корректирующие действия достаточно быстро. Например, выгрузить, где-то иметь снапшот данных и давать фейковые данные временно, или еще что-то. Это все зависит от вашей системы. И поэтому rollback надо планировать. Вот объясню, каким образом происходит, например, релиз в облаке для одного из компонентов. Вот у вас есть load balancer. И он показывает на сервер, на котором задеплоен код x. У него есть база данных, db-сервер, на котором тоже задеплоена схема x. Ну, предположим, это реляционная схема. Вы, говорите, стартуем новый сервер. И берем слоев этого x. Ну, то есть если у вас нет слоева x, то у вас rollback потом никак не получится. Потому что одна база, если вы накатили на нее изменения, rollback уже будет очень тяжелым. Но, опять же, возможен. Потому что вы можете воспользоваться тем, что некоторое время, но, опять, для этого нужны дополнительные усилия, некоторое время до окончательного аппрува все изменения пишутся не только в базу, а дополнительно сторятся на application-сервере. Ну, этаким логом. И тогда, в итоге, если вы потом хотите заревертиться к старой базе, то вы говорите, ой, все, лог этот не трогаем, удаляем и возвращаемся к старой базе. Деплоим x. Смотрите, тут x, тут x, тут x, тут x, тут x. То есть все у нас синхронно. Задеплоили x. И переключаем load balancer на старый сервер. Почему не делаем этот сервер подмену? Потому что, возможно, этот сервер, вот этот сервер, настоящий application-сервер, он у вас более мощный, более стабильный или еще что-то, и вы бы не хотели его постоянно менять. Поэтому вы временно, в тот момент, когда, например, у вас не пиковая нагрузка, переключаетесь на менее мощный сервер. Ну, зная, что релиз проходит достаточно быстро, и вы можете себе это позволить. Может быть, это тот же сервер, полностью его клон, это не принципиально. Но, смотрите, в данном случае мы переходим вот здесь вот, перед апдейтом базы данных, мы вот этим application-сервером, вот этот, который мы новый настроили, мы его запускаем в read-only моде. Ну, мы можем у себя в приложении это позволить. Кто не может себе позволить, тот, опять же, включает системы наподобие логирования всех действий, кто делает что-то вот в этот период релиза, и потом проигрывает эти действия для того, чтобы восстановить настоящие данные. Ну, вот, мы можем спокойно переключиться в read-only режим, то есть вот у нас точно такой же стэк в read-only режиме. Теперь первым делом мы апдейтим мастер базу данных до Y, до новой версии. После этого деплоим новый код на старый application-сервер и переключаем load-balance. Все, релиз закончен, мы можем удалить вот этот сервер и перенастроить реплику вот сюда. Ну, то есть продолжить репликацию. Вот все это время, пока мы не сделали шаг номер 9, мы можем откатиться назад. Если еще на шаг, то откатиться назад будет еще легче, мы всего лишь переключим load-balance. То есть вот схема roll-back. Понятно, да? Все достаточно прозаично. О чем еще надо не забыть? Это о мониторинге. Чем больше... Мониторинга много не бывает. Чем больше мониторинга у вас есть, тем лучше. Ну, что мониторить? Банально, начиная от разных характеристик ваших серверов, там, нагрузка IOS, CPU, load-average, оставшееся место на дисках и так далее и тому подобное. Бизнес-метрики. И заканчивая тем, что это мониторинг логов. В логи попадает важная информация. Эта важная информация читается из этих логов, пересылается на агрегирующий сервис. И на агрегирующем сервисе по ней строятся графики, выводятся какие-то дополнительные списки и прочее, прочее, прочее. Чем больше у вас логов, тем быстрее вы можете понять вот на этой картинке, можете вы переключать уже базу старую на новую или не можете. Следующее – это смоук-тестирование. Вот это не так много кто делает и напрасно. Смоук-тестирование – это когда вы имеете некий набор тестов, который быстро позволяет вам понять, сервис задеплоенный удовлетворяет каким-то базовым функциональным требованиям или нет. Обычно это подмножество ваших регрессионных тестов, которые не меняют внутреннего поведения системы. Ну, то есть, не регистрируют там кого-то суперпользователя и не платят ему миллион долларов. То есть, это некие тесты, которые позволяют вам провести базовую транзакцию, например, на 50 центов с одного аккаунта на другой, которые позволяют вам залогиниться вообще, вылогиниться, зайти под админом. То есть, те, которые позволяют понять, что система вообще жива, что с ней как бы все хорошо, базовая операция на ней выполняется. Эти смоук-тесты являются подмножеством, как я говорил, регрессионных тестов, и их надо запускать, как только вы задеплоили. Вот вы новую версию задеплоили, запускаете смоук-тесты, и вам дает понять, что да, все хорошо. Мы еще не переключили Load Balancer вот в этой картинке. Видите, вот тут. И мы вот тут можем запустить смоук-тесты, чтобы убедиться, что действительно у нас все работает. И когда мы это убедились, все, мы говорим, Load Balancer, переключайся. Следующее, это надо всегда задавать себе вопрос после того, как что-то пошло не так. Не всегда будет все идти так, но нельзя никого... Ну, когда у вас провалился релиз, самым простым ответом найти просто кого-то виноватого. Ну, например, там, не знаю, Вася мудак, и из-за него релиз провалился. О, все, отлично, Вася мудак. Вася, не будь больше мудаков, конечно, я не буду. Вот. И все, решение найдено. Это не решение, к сожалению. Надо задать вопрос, а почему наш процесс построен таким образом, что фактор Вася мудак смог повлиять на наш релиз? Почему, как Вася мудак вовлечен в этот релиз таким образом, что от его, там, не знаю, настроения, еще чего-то, зависит успешность, неуспешность релиза. И вот докопавшись до сути этого вопроса, у вас будет возможность найти очень узкие моменты в вашем релиз-менеджменте и устранить их. Что-то доавтоматизировать, что-то дополнительными тестами покрыть, какими-то проверками, ручной добавить какую-то проверку, еще что-то. Это все зависит от конкретного случая. Но обязательно разбирайте каждую вашу аварию, скажем так, в процессе релиза. Потому что это и есть то, на чем вы учитесь. Игнорируя это, вы никогда ничему не научитесь. Вот. И ретроспектива. То есть, когда вы провели релиз, особенно, когда вы переходите, например, с релиз-менеджмента раз в три месяца на релиз-менеджмент раз в два дня, то обязательно каждый релиз проводите ретроспективу. Что пошло не так, что пошло так, как нужно, что можно улучшить в этом, как всем остальным кажется, стало лучше, хуже, быстрее, чаще делать эти релизы, сколько времени он занят, анализ какой-то статистики. Для того, чтобы понять, как этот процесс сделать надежным, повторяющимся и перейти на надежный процесс Continuous Delivery. Как начать? Первое, если вы начинаете новый проект, то, что я вам рекомендую сделать, новый проект совершенно начинайте, как можно быстрее сделайте рабочий скелет, который умеет деплоить приложение сразу, куда нужно. Потому что я часто встречал приложение, которое разрабатывается год, и потом люди говорят, слушайте, а как деплоить будем? И потом очень много вещей, которые тяжело сделать. Потому что, например, база данных разрабатывалась неинкрементально, там некоторые сервисы вообще возможно поднять только в ручном режиме и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы начинаете проект, сразу позаботьтесь о том, чтобы он деплоился, чтобы первый Hello World, который вы написали, он доходил до конечного пользователя. Потому что, помните, если процесс Continuous Delivery, мы хотим, чтобы фича, и она приехала к пользователю конечному в итоге. Который может быть QA, представитель бизнеса, самый конечный пользователь, но она должна куда-то доезжать в конце. Если это будет у вас с самого начала, вы меньше всего проблем с этим испытаете. Второе. Автоматизируйте шаг за шагом. Понятное дело, что невозможно прийти в проект, в котором 5 лет, в котором 20 разработчиков работают и сказать, о, круто, я узнал, надо все автоматизировать. Давайте сразу же в понедельник придем и все заавтоматизируем. Не получится. Ни времени нет. Некоторые вещи слишком неудобно сделаны, чтобы автоматизировать. Поэтому строите процесс итеративно. Вы думаете, что вы можете уже заавтоматизировать. Например, деплой. И делайте деплой автоматизированным. После этого переходите к автоматизированным тестам. После этого переходите к автоматизированным smoke тестам после деплой и так далее и тому подобное. То есть делайте именно автоматизацию шаг за шагом. Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Следующий совет – это пробуйте уменьшать размер деплоя постепенно. Точно так же, как если вы делали, например, релизы раз в полгода, я уверен, что вы не сможете сразу переключиться на релизы раз в неделю. Ну вот не верю я в то, что вы сможете переключиться. Поэтому попробуйте сначала поставить себе задачу поменьше. Попробуйте сделать релизы раз в месяц. И очень внимательно проанализируйте, что мешает делать релизы раз в месяц. Что пошло не так. Может быть, конечно, все пойдет так, и тогда в следующий раз можете попробовать неделю. Но если что-то пошло не так, подумайте, что и как вы можете это исправить. И то же самое касается деплоймент цикла. Здесь мы говорили про количество фичей, которые вы туда включаете. Здесь мы говорим чисто про время. Это два параметра, которыми вы можете варьировать. То есть вы можете делать релизы, включая каждую фичу, три фичи, пять фичей, сделая более маленькие релизы. Можете просто по времени говорить, что давайте попробуем вне зависимости от релиза всего остального сделать просто пробный релиз. Ну вот, не знаю, вот возьмем и попробуем не на продакшн, на некий staging environment, просто возьмем и попробуем сделать релиз на staging environment каждую неделю. Нормальная цель. Получилось каждую неделю, вы научились делать более частые релизы. Следующий ваш шаг, давайте попробуем также деплоить на продакшн. И так далее. То есть не пытайтесь сразу решить все. Визуализация. Визуализация это очень круто, и для continuous delivery ее делается все больше и больше. Строится build pipeline, так называемый, которые позволяют вам отследить, что и как делать. Давайте рассмотрим, что это такое. Смотрите, какие environment может проходить ваш build, прежде чем попасть на продакшн. Вот он на продакшн. Это dev environment, то есть то, где вы работаете. Testing environment, performance testing environment, user acceptance testing environment, demo staging production. Понятно, что не все они могут у вас присутствовать. Например, если вам по барабану performance, у вас не будет performance environment. Если у вас нет, например, demo environment, на котором вы что-то показываете, у вас этого тоже нет. Но, опять же, цепочка может быть длинная, гораздо длиннее, чем dev production. То есть это такой, скорее исключительный случай. Вот, что проходит на какой фазе? Есть некоторая фаза, которая проходит автоматизированно, есть, которая требует ручного аппрува. Вот смотрите, мы сделали коммит и автоматизированно сразу начинается приемочное тестирование автоматизированное. После этого, когда оно прошло, если все хорошо, нам говорят, подтвердите, что вы хотите отправить его дальше. Ну, например, подтвердите, что вы хотите его задеплоить на UAT. Или подтвердите, что вы хотите задеплоить его на production. Потому что не очень здорово, когда фича прошла, и она тут же ушла на production. Сама. Это хорошо, как я уже говорил, если у вас действительно continuous deployment. Но если у вас этого нет, то это не всегда круто. Ну вот, экспортер и тестинг ручной точно так же параллельно уходит на QA. Здесь вот расписано больше деталей, что входит в каждую стадию. То есть на стадию компиляции в коммита входит сразу компиляция, тесты, сборка и анализ кода. Все. У нас получилось собранное приложение, которое предоставляется в виде бинарников. Это может быть zip файл, вар архив. Все зависит от вашей технологии разработки языка программирования. Дальше оно попадает уже на deployment. То есть оно уходит на какой-то environment, делается конфигурация этого environment, деплоятся ваши бинарники, прогоняются smoke-тесты, что очень хотелось бы для того, чтобы убедиться, что вы действительно сделали то, что нужно. И прогоняются приемочные тесты, которые у вас либо автоматизированы, либо ручные. И дальше по кнопочке вы уходите либо на production, либо на UAT. Все очень просто. Все очень просто, но хотелось бы это видеть визуально. Поэтому в современных средствах continuous integration делают плагины, которые помогают это увидеть. Сейчас я покажу. Вот так выглядит pipeline, Jenkins build pipeline плагин. То есть все те же фазы проходят. Первая, вторая, третья, четвертая. Видите? Бах. Беспредел. А он не завод? Сам не заводится. Вот. Есть некие фазы, которые могут выполняться параллельно. То есть вы можете выполнять, например, смотрите, вот код анализа, он такой, достаточно трудоемкий. Он может там длиться полчаса, может там 20 минут. То есть это не всегда простая операция. И получается, что он может идти параллельно с тестами. Ну ничего не мешает ему идти параллельно с тестами. Поэтому где-то вы распараллеливаетесь, где-то вы должны, наоборот, сузиться. Ну то есть у вас вот шло три параллельных процесса, и вы должны пойти дальше только если все три успешны. Ну, например, в деплой происходит только когда все успешно. И вот как раз этот плагин и другие плагины к другим continuous integration тулам, они как раз это визуализируют. И вот видите, красненьким горит то, что мы дальше идти не можем. То есть вот если что-то горит красненьким, мы дошли до определенного шага, и нам не дают опции переключиться на шаг дальше. То есть вот голубеньким горит непройденные еще шаги. И вот таким образом мы видим, что вот по разным проектам, вот тут наверху наша схема. Видите, тут деплой QA, интеграционные тесты, деплой на продакшн, вот это сонар прогонка тестов, вот это автоматизированные тесты, юнит тесты. То есть мы видим тогда визуально картинку, что с каждым нашим билдом. Что происходит с модулем, компонентом, со всем остальным. Это очень здорово. TeamCity. У TeamCity несколько другая, скажем так, специфика. Она меняется постоянно, потому что они хотят ее подтянуть под свою эту. У них обратная зависимость. То есть мы можем иметь зависимость. У них есть понятие dependencies. Это следующие билды, которые должны запускаться. И таким образом строится цепочка билдов. Ну и вот видно, что вот за этим идет неявный dependency, который говорит, что надо после того, как вот это успешно, надо еще собрать вот это, 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 это. То есть, например, вы можете построить более сложную цепочку, где один есть компонент. Например, Core. Core. И от него есть веб, там еще кто-то, еще кто-то. Они зависят от Core. И говорится, что если мы пересобрали Core, кто-то закоммитил что-то в Core, то надо и другие билды тоже собрать. И начинается вот такое вот ветвление, которое визуально вот тут вот показано. И видим там success, не success, что, как происходит. Есть специализированные инструменты. Например, Cruise, который не так давно был переименован в Go, который показывает вам, ну, Cruise тоже существует, просто Go более специализированный. Который показывает вам более визуально красиво. И вот здесь вот на каждый шажок, видите, есть Auto, Manual, Manual. И дает вам возможность присылать нотификацию, говорит, так и так, мы дошли до следующего шага. И ты в красивом UI говоришь, я согласен, давайте пойдем дальше. Вот, и таким образом все происходит. Какие преимущества вы получаете с Continuous Delivery? Во-первых, уменьшается количество ошибок в ручной повторяющейся работе. Человек не очень хороший инструмент для выполнения повторяющихся задач. Есть человеческий фактор, мы можем быть уставшие, в плохом настроении, невнимательные, с перепоя, еще что-то. Что угодно может случиться, и поэтому такую важную вещь, как поставку конечного продукта заказчикам доверять человеку, это плохо. Если у вас есть процесс, который налажен и автоматизированно деплоит ваши изменения в Production Environment, прогоняя все промежуточные шаги до этого, то количество ошибок, критичных для вашего сервиса, оно неизбежно уменьшается. Следующее позволяет вам как можно раньше найти проблемы с деплойментом. Потому что, я же говорю, что часто бывает такое, что особенно это важно, когда вы там делаете многокомпонентную систему, где есть там Core какой-то, к нему еще какие-то компоненты, UI. И потом кто-то говорит, ну давайте, через полгодика там синтегрируемся и все задеплоим. Маленький шанс, что вы все задеплоите. Потому что все не срастется и все не получится. А так, начиная как можно раньше поставку фичей, вы все эти шероховатости и тонкие моменты, вы обкатаете еще когда мало фичей. Когда, ну, нету особых проблем, нету базы данных там на 100 терабайт и все гораздо проще. И, наконец, важное то, что, помните, у нас был вот такой релиз, в котором мы собирали все, что только можем собрать и несем на продакшн. Когда мы маленькие изменения постоянно поставляем на продакшн, то у нас меньше риск. Если вы поставляете одну фичу на продакшн, то вы точно уверены, что если не работает, то это эта фича. Ну, нету больше ничего, что вы поставляли. Вы делали новую фичу, если что-то не работает, вам проще откатиться, во-первых. Ну, потому что не надо много изменений. Большая часть людей спрашивает, а как же делать, если у меня много изменений в базе данных. Много изменений в базе данных обычно говорит о том, что вы просто много фичей деплоите. Обычно хватает фичей, которые не требуют изменений в базе данных. Которые требуют изменений только в коде. И такие деплоят вообще мгновенно. То есть, представьте, вы имеете два java-процесса. Один java-процесс, другой java-процесс. Вы поднимаете, ну, деплоите новый код в другую директорию. Поднимаете другой java-процесс там. И потом делаете просто переключение. Все. Вы задеплоили новую функциональность. Если она не затрагивает базу данных или какие-то хранилища, то тогда вообще вы можете деплоить хоть на каждый камин. Никакой сложности в этом нет вообще. И вы точно знаете, какой откатиться, потому что мало фичей. И вы точно знаете, как откатиться. Для бизнеса мы уже тоже обсуждали. Бизнес может теперь пробовать какие-то идеи. Если они работают, они начинают приносить ему деньги. Если они не работают, он приходит к тому, чтобы делать новые идеи. Бизнес становится более динамичным. Бизнес видит, как меняется его продукт. Бизнес видит, что действительно ваша команда успешно делает свою работу. Каждый может задеплоить на продакшн и в любой environment. Это очень здорово, потому что не возникает проблемы, как нам протестировать, как нам кому-то что-то показать. Вы просто нажимаете одну и ту же кнопку, меняете параметры, меняете environment, меняете версию и все. То есть, если пришел там новый клиент и вы говорите, а давайте мы покажем нашу старую версию системы, которая там, не знаю, прошлогодняя. Ну не проблема, взяли прошлогодний код и выбрали environment, demo environment и закоммитили туда, задеплоили. И все, нет сложности. То есть, как это выглядит? Перед тем, как мы использовали continuous delivery, в 2004 был некий процесс такой. Мы девелопим что-то, делаем тестирование, делаем релиз. То есть, например, это если вы используете Scrum с двухнедельными итерациями, у вас двухнедельный релиз цикл, в конце делается некий код-фриз. Обязательно, потому что если вы до конца что-то девелопите, то тестировщики тестируют ничего. Ну, то есть, они говорят, все здорово, а вы еще на девелопере туда. Хорошо слово на девелопере. Релизы, естественно, праздник, потому что если это все доехало без проблем, то все, можно выходные провести очень здорово. И большие изменения в коде. Если после того, как вы реализовали хотя бы большую часть процесса continuous delivery, то выглядит так. Commit, test, deploy, monitoring. Commit, test, deploy, monitoring. Релизы могут быть до нескольких раз в день, это совершенно никакие не события. И вы релизите только очень маленький объем изменений. То есть, вот какая разящая разница между вот этим подходом и вот этим. Этот подход абсолютно спокоен с точки зрения разработчика, с точки зрения нервов разработчика, с точки зрения возможности допустить ошибки и с точки зрения удовлетворенности бизнеса результатами вашей деятельности. Книжечки, которые я советую почитать. Вот такая книжечка Continuous Delivery, Reimplementing Lens of Web Development. Мы о них уже говорили. Вот эта книжечка Continuous Integration. Ее стоит даже прочитать еще раньше, чем Continuous Delivery. Книжечка Refactoring Databases. Нужна тем, кто работает с релизационными базами данных и кто хочет узнать, как развивать свою базу данных таким образом, чтобы на нее можно действительно накатывать изменения и потихоньку-потихоньку приходить к тому, что нужно. И книжечка Release It. Очень полезная книжка с кучей практик полезных, каким образом делать релизы классно, быстро, на что можно напороться и как этого избежать. Вот. В принципе, это все, что я хотел вам рассказать. Я не знаю, я уложился до двух часов. Ну да, 57 минут. Все хорошо, у нас есть три минуты на вопросы.